Девушки отдыхают И чуть-чуть подумаем, для чего нам это вообще знать надо? Вот для чего нам это все знать надо? И что нам это даст? Чего я надеюсь через эту лекцию в конце концов нам передать? Первое, запишите, принимать себя и других. Первое это принимать. Первое это принимать себя и других. Теперь не воспринимать болезни на эмоциональные взрывы других и даже собственные страхи. То есть не принимать болезненно. Что я хочу сказать? Первое, это значит понимать, почему люди реагируют или почему люди ведут себя именно вот так. Почему некоторые люди, как я уже сегодня показывал, когда все расслаблено, когда мышцы не напрягаются, вроде нормально, возьмись за что-то и передай. И он так берет и мышцы, у меня иногда бывало в истории такое, и мышцы как заболят и я так отпускаю. Отпускаю. Другие смотрят. А у некоторых вот это, скажем, не только в физическом поведении, а у некоторых эмоционально таких так берет, так бум, даже краснеют. Или странно, или глаза становятся такие, или некоторые физически отстраняются, и мы так со стороны смотрим, что происходит, почему, и у нас нет ответа. Почему мы будем отвечать здесь и принимать и понимать таких людей. Потом второе, это близко общаться, близко общаться, близко общаться со своим супругом, с детьми, родителями и близкими друзьями. Если мы не понимаем себя, то никого не будем подпускать к себе, будем держать дистанцию. Например, есть супружеские пары, которые в истории по каким-то причинам пережили эмоциональное отвержение в детстве. И эти люди, потому что они отвержение пережили, эти люди сказали психологически, неосознанно, я никогда больше не раскроюсь и не подпущу так близко людей, чтобы эту боль больше не переживать. И что происходит? Они не понимают, они себя запрограммировали, они теперь женятся или выходят замуж, и в конце концов они хотят сблизиться с супругом, они хотят действительно слиться, они хотят вместе счастливо, как одно единое жить. Но не получается. Потому что один из них постоянно держит дистанцию. Другой чувствует дистанцию и ничего не может сделать. И этот человек, как только слишком близко, так шаг назад, тот приближается, шаг назад. И нету такого эмоционального сближения. А шаг назад. И вот так люди живут. В нашей церкви есть люди, которые вдвоем живут, и они могут так сблизиться, на дистанции держатся. Хотя, но говорят, травмы прошлой жизни, травмы прошлого. Но они, они, они. И в конце концов, пережитое в прошлом не дает сближения. Они недовольны, несчастливые, они не уравновешенные, не держат баланс жизни. А как-то странно. Как-то странно. Почему? Потому что они не правильно пережили то прошлое, а именно сказали, я больше никого не буду подпускать, чтобы не пережить вновь эту травму. И все. Они совершили свою любовь, и так? Да, они, они действительно, все, что возможно было, они по любви, тоже эмоции, даже то. Но они держат дистанцию. Нету сближения. Они, они держат, они держат эмоциональную дистанцию. Теперь, если мы возьмем женскую потребность в замужестве, то особенно женщинам очень важно иметь эмоциональную близость с мужем. Особенно женщинам. Мужам тоже. Но особенно женщинам, вот это эмоциональное сближение, вот это эмоциональное понятие, эмоционально быть близкой, или быть одно с мужем, или понятие эмоциональное со стороны мужа. Вот это очень важно, это глубоко заложено в женщинах, чтобы иметь вот это. И так же странно, что, я думаю, чаще у женщин, то, что им так хочется, и так свято, они не могут реализовать, потому что у них узел. И все. И они мечтают об одном, но травма, вот этот узел, не дает им того сближения, потому что они боятся, что тогда, то есть это неосознанно, что тогда они могут пережить вновь ту боль, и поэтому они держат дистанцию. Страдают, но держат дистанцию. И все. И можно сейчас столько, или, например, я знаю пастырей, которые должны нет сказать. Должны просто нет сказать. Например, да? Он должен нет сказать. Нет сказать там, нет сказать там, нет сказать там, нет сказать там. Он не может нет сказать. Просто не может. Не может нет сказать. И в конце концов он бедняжка мучается. Надо или сотруднику нет сказать, надо или ситуациям нет сказать. И они не могут. И в Германии масса пастырей, к сожалению, слишком мало, но я имею ввиду, которые в этом плане страдают. Масса пастырей идут к терапевтам, христианские душопопечители, скажем так, это терапевты. И они помогают этим пастырам развязать узлы, чтобы они свободны стали. Когда надо да сказать, скажи да. А когда надо нет сказать, скажи нет. И вот это свободный человек. А тот, который не может нет сказать, он не свободный. И люди страдают. Почему? От руководителя ожидают нет, а он не может нет сказать. Ожидают принятия решения и сказать теперь нет, а он не может. И его сотрудники, церковь, последователи страдают, а в нем узел. И вот поэтому в Германии я знаю пастыра платят серьезные деньги, идут к таким терапевтам. И эти терапевты помогают им развязать один, второй, третий узел. И это помогает. Они платят деньги, и это помогает. Я когда учился в академии, нам сказали, вы как студенты будете работать с людьми, и поэтому вы должны на 10 часов, так называемые часы, это 45 минут было 10 раз, вам надо на 10 часов сходить к христианскому терапевту. И вот этот психотерапевт, он как душепопечитель, будет с вами работать. И если он с вами работать будет, он вас выведет, вот эти узлы, он увидит, услышит, вы сможете высказаться, где что. И в конце концов он, а, вам поможет, б, вы начнете понимать важность человеческих глубин и узлов. И поэтому мы как студенты должны были серьезные деньги платить. Я ехал 220-240 километров в одну сторону к этому терапевту, и мы встречались 10 раз, 10 часов провели, и в конце концов мне дали такой диагноз, они как сказали, да, вот, короче, написали. И сказали, ты как лидер будешь работать с людьми и понимай, что человек это не просто машина, которая выполняет и реализует свои цели, а человек, он, в нем заложены многие глубины, многие, многие вещи, они скрытые, они не наверху где-то валяются, но они могут быть тормозом для, и в конце концов твои сотрудники смогут, могут, не смогут дальше развиваться, потому что у них узлы, узлы. И вот эти узлы надо заметить и их развязывать надо. Значит, вернемся к второму пункту, близко общаться со своими супругами, детьми, родителями и так дальше. Третий пункт. Эффективнее проводить душепопечительство с любимыми и друзьями в эмоциональном смятении и боли. То есть, у них есть вот эта эмоциональность, у них дисбаланс, у них где-то что-то болит, они где-то, о, что-то произошло, и, короче, есть люди, которые где-то перекос какой-то. И когда вот это происходит, то это нам дает, как бы сказать, я понимаю, что там может вот это, вот этот узел или тот узел быть, я когда-то понимаю, я могу лучше с ним вести души попечительскую беседу. Не просто молись, брат или сестра, читай Библию, Бог поможет. Да, это все правильно. Но к этому предлагается еще понятие, что там происходило, что в нем заложено, что его из колеи выкидывает, скажем вот так. И когда мы понимаем это, мы будем совсем по-другому говорить. А когда мы не понимаем это, то туда и пользуемся всякие неэффективные слова и фразы. Четвертое. Успешнее наставлять и сопровождать и учить людей. Успешнее наставлять, сопровождать и учить людей с новыми глубинами понимания, почему они делают то, что делают. То есть мы будем понимать, мы будем просто легче понимать людей, почему человек делает то. Мы никогда не будем все ответы иметь, но мы получим некоторые ответы, которые нам помогут именно легче и лучше понимать людей, почему он себя так ведет. Потому что обычно есть причина, обычно есть причина, почему человек себя так ведет. И пятый пункт, это решать, решать болезненные, решать болезненные, эмоциональные тайны. Вы понимаем? У нас есть эмоциональные тормоза, эмоциональные узлы, они иногда болят, мы до конца не понимаем. И когда мы это решим, то это будет нас освобождать к полному росту. И в конце концов мы туда хотим прийти. Иисус говорит, я хочу, чтобы люди свободны были, и мы хотим, чтобы наши люди свободны были. Наши последователи, чтобы они свободны были, чтобы их не тормозили какие-то страхи, какие-то смятения, какие-то фобии, какие-то что-то. А чтобы их толкала любовь, чтобы их мотивировала, именно скажем, их призвание, их служение и любовь к Иисусу Христу. Чтобы освобождая себя к полному росту эмоциональной зрелости, уходя от своих доминирующих фобий или неудачей, отвержения или людей авторитета. То есть, есть и такое, что в людях, в некоторых людях, есть такой страх столкнуться с доминантными людьми. То есть, как только они сталкиваются где-нибудь с доминантным человеком, такой холерик, скажем, то эти люди сразу их парализуют. И единственное, что они хотят, задний ход. И поэтому есть в психологии такое понятие, как столкнуться с доминантными людьми. Мы хотим избегать этого. Мы иногда встречаемся с добрыми людьми, вежливыми, а иногда с грубыми. И нам не надо сразу задний ход давать, а нам надо свободно в этой ситуации выстоять, выдержать, сказать, если что надо, или промолчать, если иногда надо. Окей, это так. В общем, несколько предложений, чтобы мы понимали, в конце концов, чего нам это все даст, для чего нам это все надо. Какие результаты мы получим после того, как будем углубляться в эту тему. Есть у вас пока где-то вопрос или что-то не совсем пока ясно? Вы понимаете, в какое направление мы идем? Узнание с умом о себе. Первым делом. Я сейчас не совсем уверен. Еще пойти в глубину или на первый вечер хватит? Чтобы не перегрузить жесткий диск. Процессор. Процессор, да. Очень интересно. Все по теме. Очень интересно. Все по теме. Очень хорошо. Да. Я надеюсь, что они, я надеюсь, что они улезут. Да. Хорошо, чтобы, чтобы после рабочего дня не перегружать жесткий диск. Я думаю, мы не будем в деталь залазить. Завтра будем углубляться. Хорошо? Давай тогда завтра по немецкому начнем. Если возможно. Если нет, мне все равно. Я здесь начну 10 минут раньше, закончу 10 минут раньше. Начну 10 минут позже. А? Окей, отлично. Да, еще один вопрос. Окей, еще раз. Я еще раз скажу, чтобы остаться при одном примере немного. Например, если кто не знает, что у меня где-то мышца там чуть нарушенная, то я беру стакан. И этот стакан, скажем, странно взял стакан, потому что заболела здесь. И я разлил стакан. И люди, которые не знают, что у меня здесь травма, они так, ты что, ребенок, не понимаешь? И так дальше. Теперь, если люди знают, что у меня здесь заболела, потому что у меня травма, то люди скажут, о, жалко. И с пониманием отнесутся. Теперь, если я понимаю, что в человеке есть вот эта, скажем, проблема, в человеке есть вот этот узел, в нем он пережил то и то и то, и теперь при каких-то ситуациях это... И человек себя ведет так в сторону. И я вот так смотрю, надеялся на него, рассчитывал на него, и он теперь уа и вылетел из игры. И я теперь не могу с ним дальше. Не жить нормально, не работать нормально, а он там уакает, и там у него, короче, проблемы. И я тогда, если понимаю вот это, то я скажу, о, жалко, но я понимаю. А если я не понимаю, то я буду что делать? Не волноваться, а вот это... Реагировать, да. Гнев, гнев. У меня будет типа гнев, злость, обида. Ты почему, ты почему так странно себя ведешь? Ты почему это, я буду требовать что-то? То есть я буду не понимать это все. А когда я понимаю, я буду с пониманием относиться. Но завтра мы будем конкретно в детали залазить. Сегодня не будем больше в детали. Поэтому давайте закруглим это время, помолимся и с Богом. Отец наш Небесный, я от всего сердца благодарю Тебя за то, что Ты нас создал, за то, что Ты нам подарил то детство, которое мы имели. Некоторые из нас прекрасное детство имели, другие сложные. Но, Господь, Ты хочешь, чтобы каждый человек, совершенно каждый человек был свободен. Чтобы тот потенциал, который Ты вложил, чтобы они жили и реализировали это. Чтобы те возможности, которые Ты даешь человеку, чтобы они их использовали и жили в этом мире, как свободные, как ответственные, как зрелые люди. Прошу, Господь, чтобы Ты помог, чтобы это время, эти беседы, эти семинары, чтобы они действительно одному или другому открыли глаза, чтобы мы начали себя понимать и также наших близких и родных. Прошу, Господь, чтобы Ты также держал Твою руку над нами, когда мы сейчас расходиться будем или домой ехать. Сохрани каждого и приведи нас завтра сюда. Слава Тебе за все, что Ты нам даруешь. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон»